Всем привет! Капитан команды Толдингом, Лагошин Роман. Этот кубок скоро станет наш. Всем привет! Я Лагошин Роман, лучший игрок турнира. Этот кубок был очень сложный путь к нему. И он скоро станет нашим. Так, отдайте этот кубок, вы вообще в нем не участвовали. Нам пора передачу начинать. Всем привет! Сегодня у нас крайний выпуск в этом году Матчдэя нашего. Это крайний, потому что заканчивается сезон, впереди финал. Кубка Лиги, ответственный матч, очень интересные команды. Сегодня у нас в гостях Роман Лагошин, лучший игрок чемпионата Англии этого сезона. И чемпион также. Рады его видеть. Сегодня с ним будем обсуждать его мнение. Матчи предстоящие Еврокубки, которые у нас уже определились пары и группы. Также была жеребьевка. Ну и в общем, чуть-чуть подведем итоги. Ну, сначала хотелось бы узнать у Ромы непосредственно, как команда Тоттенхэм смотрит на происходящий кубок Англии. С завистью, с мнением того, что они бы победили, выиграли. Либо же с интересом. Скажу одно, мы бы явно поборолись за кубок. Но решили все-таки не играть. Потому что мнения разошлись между ребятами. Играть или нет. Кто-то хотел, кто-то нет. В общем, мы остановились на том, что не будем принимать участие. Насколько я знаю, некоторые все-таки не удержались и приняли участие за другой командой. Да, они находились в Crystal Palace. Но, к сожалению, они из группы вышли. Хорошо, достойно выступили. Но в плей-оффе, к сожалению, проиграли. Их мнение, может быть, знаешь, что они говорят? Какие у них мысли? Да нет, не делились. Им нравилось играть. И они говорили про некоторые команды. Они же играли с Саундгемптоном. С Саундгемптоном? Нет, они не играли. Кому они проиграли? В плей-оффе? В плей-оффе они проиграли Middlesbrough. Вот. Впалили эту команду, говорили, что сильная команда. Ну, сказали, что Тоттенхэм может побороться с ними. Да, может побороться. Ну и все-таки состав вашей измены, да, они потом от аренды вернутся обратно и будут так же за вас продолжать играть, да? Да. Уже все вернулись. Уже все вернулись, с отпусков. С арендов. То есть вы были готовы уже начинать прямо в этом году, да, Еврокубки? Ну, да. На этой неделе, правильно, должны были начаться. Да, на этой неделе должны были начаться, а начнутся в итоге в следующем году, в связи с погодными условиями, но я считаю это правильно. Я считаю, что, чтобы не мучиться, да, лучше спокойно сыграть на нормальных полях, ну, при хорошей погоде и освещении. Так, ну, давайте тогда начнем с разбора полфинальных матчей, которые происходили. И матчи были очень интересные, напряженные и непредсказуемые, скорее всего. Я бы даже так назвал. Вообще, вот, ты мог сделать ставку перед началом кубка на какую-то команду? Либо же, ну, вот, именно после группового этапа? Или ты особо не следил? Честно, думал, что Арсенал будет в финале. Потому что Арсенал очень сильный, ребята. У них сильный подбор игроков. Но никак не ожидал, что будет МЮ. Ты все младше и не ожидал. То есть, думаю, что это самая такая изюминка, да, турнира? Да, темная лошадка. Темная лошадка. Да, ну, сравнивая команду МЮ, можно забегая вперед сказать, что это сборная Португалии. Да, мы уже определились, потому что они вытаскивают два матча на пенальте, да, при этом не выигрывая. И, соответственно, схожесть какая-то есть. Вот. Ну, а Саутгемптон, я даже не знаю, с кем его сравнить. Наверное, с какой-нибудь сборной Франции, да, на последнем чемпионате Европы. На хорошем ходу команда идет. Ну, давайте разберем первый матч Миддлсбро Манчестер, который происходил за две недели назад, уже давненько, да, был перенесен на один полуфинал. Из-за того, что Челси и Саутгемптон не смогли состыковаться. Ну, здесь команды подходили к игре, насколько я уже знаю, Миддлсбро был уверен в своих силах, да, они были уверены в проходе абсолютно. То есть команда такая самоуверенная достаточно, вот, тренирующаяся, находящаяся в хорошей форме. И в связи с этим, мне кажется, что они вот именно с таким настроем входили. Манчестер же тоже, конечно же, была воля к победе, которую они удержали. Но, мне кажется, может быть, до конца они сами не верили, да, в то, что у них получится пройти таким образом. Тем более, отыгрываясь по ходу матча. Ну, проявили характер, волю к победе, это уже не единичный случай, да, То есть они доказывают то, что действительно могут и умеют. И стремление, и жажда к победе могут сделать многое. Ну, ты с Миддлсбро с командой не знаком, да? Да. Вот, видел их только на видео. Вот, ну, они также в студию к нам пару раз приходили. Но, заметь, команды тренируются. То есть... Не как мы, да? Они настроены, да. Не как вы. Они... Ну, у вас тоже есть своего рода тренировки, но они не на футбольном поле, да, наверное, происходят. Это залог успеха нашего. Да. Соответственно, у них, может быть, им тоже, наверное, нужно, да, как-то прислушаться к этому. Ну, по крайней мере, с первых минут было видно, что они нацелены на результат. Они больше атаковали. Они острее атаковали, да. Манчестер как бы отсиживался чуть сзади. Этот полуфинал освещался, кстати, с двух камер за воротами. Вот с полуфинала началось вроде бы, как думаешь, за воротами хороший ракурс? Удачный камер. Я видел, да. Это очень хорошая идея. Видно все, куда, по какой траектории летит мяч. Как наносятся удары. Да. Нам тоже показалось это хорошее нововведение. И, соответственно, можно разобрать некоторые эпизоды. Ну, здесь чуть-чуть давайте будем проматывать. Ход событий был таков, что, опять-таки повторюсь, Манчестер отсиживался. Первый тайм как-то играл больше в обороне. И, соответственно, закономерно первыми они и пропустили. Это случилось в одной из атак. В первом тайме разыгрывался аут. Здесь прострел и опережение. Владислав хорошо завершает эту атаку, да? То есть, еще раз, позволяет нам камера посмотреть. Хороший прострел и удачно. Ну, оставили одного. Да, оставили одного, поставил ногу. Соответственно, забил. Ну, этот факт, мне кажется, Милсбор вообще придал уверенность. Они почувствовали силу еще больше. В последствии чего, может быть, как-то и поплатились. Судействие в этом матче было хорошим. Сразу скажу, таких явных грубых ошибок вообще не было. Там, может, какие-то мелкие ошибки были. Сейчас разберем, если они будут по ходу встречи. Ну, вот такие моменты. Хорошо просматриваются. Да. Отлично просматриваются. Можно даже заметить, был ли пинат, или штрафной, или... Сейв. Сейв, да. Хороший. Ну, здесь мы видим, активизируется MU. Ну, спасибо за обзор операторам. Конечно, он очень длительный. Весь мы его не можем посмотреть. Но, в итоге, после... После... После этого MU сравнивает счет. Это происходит за 3 минуты до конца тайма. В принципе, наверное, закономерно, потому что игра чуть успокоилась, выровнялась. Мидлсбро. Как-то... Чуть, наверное, подрослабились, да? О, здесь еще отличное тоже нововведение у нас, да? Видно, что мяч не выходит. Тоже операторам спасибо за это. Это, по-моему, помогает решить спорный момент. Ну, и здесь тоже отличный прострел. Даже, вот, игрок Манчестерина, это Кирилл Риховский, по-моему, сделал этот гол, да? Выдал отличную передачу, вырезал. Здесь осталось просто поставить маму. Ну, в твоих традициях, как ты любишь, да? Выводить игроков один в один. Вот. Ну, вообще, вот, по обзору. Как думаешь... Стали диване, да? Стали диване, да? Стали диване, да? Стали диване, да? Ну, вообще, то, что события развивались именно таким образом, что ничья, серия пенальти, или, возможно, Мидлсбро заслуживал больше победы в основное время. Ну, если бы закончилось в основное время, то там уже, да, там уже зависит от команды, как кто сыграл. А серия пенальти, вот, это лотерея, там уже, ну, вот, сыграл вратарь Манчестера, он оказался удачливее. Ну, все закономерно получается тогда. Да, либо удачливее, либо, может быть, судя по тому, что он вторую серию пенальти уже вытаскивает, может быть, все-таки и есть у него такое чутье, и пенальтистское, да? За которого он вытягивает команду, да? Недаром говорят игроки Манчестера, что и он вывел их, ну, вот, в финал непосредственно, да? Хотя, конечно, вся команда заслужила. Ну, вот здесь Мидлсбро в начале второго тайма они отсиживаются, быстрый гол забивают, опять-таки, в похожей манере, да, на опережение. Это ошибка защитника. Да, не додержал, но и нападающий, в принципе, тоже молодец, не стоял на месте, а выбежал, да, на мяч. Ну, вообще, Манчестер вы уже сталкивались, с ним два раза играли, и оба раза выигрывали, правильно? Да, второй маль был тяжелый. Да, второй маль был тяжелый. Ну, вот, после окончания чемпионата Англии, ты мог сказать, что Манчестер окажется в финале? Нет, не мог. Ну, я мог сказать, что Челси будет в финале, Арсенал, на МЮ нет. Не ожидал. В связи с чем? В связи с чем это связано? С тем, что, может быть, Манчестер поднабрал форму, либо же настроился? Наверное, новые игроки есть. Новые игроки? Есть. Ну, может быть, по сути чемпионатам один-два, но не больше. Ну, один тоже, да, есть. Да, но и то, по-моему, может даже и нет. Если честно, я не отвечу на этот вопрос. Ну, может, собрались, может, захотели все-таки, захотели выйти в Еврокубке, и они уже так вышли. Они с четвертого места, да? Да. С четвертого. Да, они вышли и так в левый игрок. Но я знаю, что у них мотивация хорошая, и у того же Миши, капитана… Ну, я думаю, все-таки после Арсенала им уже все равно с кем играть. Потому что они заряжены теперь на победу. Ну, да. Они выбили одного из сильнейших соперников. Да, Арсенал точно не ожидал. Может быть, еще смена поля, как думаешь, на Гребном уже происходила по большей части. Ну, по крайней мере, большую часть. То есть, может быть, все-таки Манчестер удачно играет на таком поле, как думаешь? Вполне возможно, почему нет. Да, но тем временем… Меньше бегать. Да, меньше бегать, больше комбинационный футбол какой-то. Здесь тем временем 3-2 становится счет у нас, да? Вот, Манчестер отыгрывается и сохраняет ригу тем самым, да? А потом и вовсе спасаясь. Такой гол немножко сумбурный, да, с углового. Курьезный. Да, курьезный. Тут даже в сетке запутался потом, когда выбегал. Традости. Да, настолько была сильная воля забить. Ну, вот и Мидлзбор мог, в принципе, тоже решать все вопросы, забив 4-й гол. Вообще, Мидлзбор показал себя как очень такая неоднозначная команда. В плане футбола они показались с хорошей стороны. В плане эмоций и около футбольных моментов не очень. Но, мне кажется, эта команда сильная, действительно сильная. И это просто какой-то, наверное, может быть, манчестеровский, не знаю, дух такой. Опыт. Даже не опыт, а дух скорее, который им позволяет выйти уже второй матч. Скорее всего, может быть, даже это сыграло с ним злую шутку. Потому что команда, действительно, играющая. Игроки там тоже играют сейчас и играли раньше, я знаю. Вот, поэтому даже, может быть, по мастеровите, чем Манчестер. Вот. Но, опять-таки, это футбол, видимо, здесь... Тоже возрастная команда, да? Ну, я... Молодых? Я бы не сказал. Нет, почему? Мне кажется, средний возраст, ну, 25, наверное, там. Ну, для вас это... Ну, да. Возрастный. Для вас, да. Но с учетом того, что вообще одна из самых молодых. С West Ham команд лиги английской. Да, ну, и, соответственно, Манчестер спасается. И делает это Кирилл Риховский, кстати, который очень сильно выделяется. Вот это что ли? Да. Вот здесь уже он мог забивать, но забьет в следующем моменте. То есть тоже вытаскивает игру и... В нашей манере, да? Да, в вашей манере. Под концовку. Под концовку, да. Но для них это становится ничейным. В концовке результатом непобедным пока. До победы они доводят в серии пенальти. Но у вас обычно это победный гол был. Последний. Да. Да, но здесь под конец уже, конечно, страсти накипели, накорились. Манчестер отбился. И добился своего. Как это произошло? Сейчас посмотрим. Вот, уже произошло. Да, забивает. Кирилл опять-таки, мне кажется, самый тоже активный игрок. Манчестера. Который на равне с Мишей позволил им дойти до финала. Вот. Какие-то похожие голы, да? Согласись в этой игре? Все голы на ошибках. Обороны. Нету прям индивидуального гола. Да. Ну, в принципе, тоже хорошо открылся. Да. Хорошо выскочил на мяч, что позволило им быть первым, да? Здесь защитник тоже чуть не доработал. Да, и Манчестер спасается. Я очень рад этому. Мидлсбро до конца матча не удается им забить. И игра, соответственно, мне кажется, команды не играли на ничью здесь до конца. Они хотели забить. Серия пенальти по игре видно, что не совсем их устраивало, да? Ни одну из команд. Да, ни одну из команд, мне кажется. Здесь явные моменты точно до этого были. Здесь отложенный штрафной ставит судья, кстати. Такого раньше не было. Ну, виденья Ром, да, много пропустили. Надо было участвовать. Да. Ну, я вам скажу так, что, да, хороший сайт Миши, который, да, заряжен, безусловно, на борьбу. Он так радуется каждый раз, когда они проходят. У него такой бешеный заряд эмоций, что, мне кажется… Ну, хорошо вытащил. Да, вытащил хорошо. Руки вытащил. Мне кажется, это то, что подстегивает их такими эмоциями. Вот второй будет полфинал Челси. Мне кажется, им немного не хватает этого. Они все такие спокойные. Они реагируют очень на все так спокойно, беспристрастно. Мне кажется, может быть, чуть-чуть задора такого им не хватает. Там все очень хорошие игроки. Но вот именно морально, с точки зрения, это все равно помогает, когда эмоционируешь, кричишь, поддерживаешь всех. Вот. Ну, и в итоге серия пенальти, которую мы, наверное, не будем смотреть. Но скажем, что… Миша вытащил. Миша вытащил. Миша вытащил. И… Перекладина тоже вытащила здесь. Играла за Мидлзбро. Вратар Мидлзбро тоже молодец. Но в итоге все закончилось победой Манчестера. С каким точным счетом поминать, я не скажу, что они выиграли. По-моему, 5-4, насколько я помню. Но это, в общем, не суть важна. Да, Манчестер в финале, с чем мы их поздравляем. Для них это заслуженная сенсация. И вот этот кубок, который стоит, мне кажется, просто для них, по крайней мере, для Миши уж точно манит его, хочет его заполучить. Ну, в принципе, как и любая команда. Но для Манчестера это было бы особо ценно. Посмотрим, как сложится это футбол. Все может быть. Радость. Да, и радость игроков Манчестера. Не знают границ. Как Фи-Фи. Да, но смотрится хорошо, согласись. Да. Да, и по итогу 3-3. Ну, поздравляем еще раз Манчестер, Мидлзбро. Тоже, тоже, пожелаем не унывать, участвовать в дальнейшем тоже в лиге. Команда хороша. Бронза тоже хороша. Да, но бронза или нет. Ну, бронза, да, разделенная, можно так сказать. Бронза. Да, ну и второй полуфинал, который проходил через неделю, через одну неделю. Вот. Уже зная своего финалиста. Это Сотгентон Челси. Ну, здесь я сразу скажу, что я был удивлен игрой команд. Это были плохие погодные условия, да. Это был снег. Гололед. Гололед. Причем, было принято решение перед матчем. Мы все собрались и оценили обстановку. Будем играть, не будем играть. Команды приняли решение, что будем. Ну, по большей части это Солгемтон, конечно, принял решение о том, что они были единогласны. Начался и сомневался, играть, не играть, такая погода. Вот. Но в итоге все случилось на том, что уже все приехали, что тянуть. Поэтому все дружно взяли лопаты перед матчем, расчистили поле, как вы видите. Вот. Все были задействованы. Вот. Ради полуфинала. То есть, говорит тоже о настрое, о хорошем. И более-менее расчистили поле, как могли, да. Ну, играть было более-менее нормально, можно так сказать. Ну, здесь игра меня очень порадовала. Все игроки показали отличный уровень, несмотря на такой снег, несмотря на такие условия погодные. команды действительно просто, мне кажется, одни из самого высокого класса вообще во всей лиге. На данный момент из четырех федераций. Вот эти две команды. Вообще Англия, я считаю, сильной лигой. Не потому, что это наша лига, да, совместная, а просто я оцениваю это с точки зрения футбола. Ты как думаешь, согласен со мной? Да, я согласен. Играл в аренде, в итальянской лиге. Ну, ничего такого, я бы сказал, что нет. Там не такие сильные команды, как у нас. Чтобы выходили, и там надо было себя отдавать полностью на поле. У нас это приходится делать каждый матч. Да. Ну, и вот мы видим уже первый гол. Забивается от Гентона быстро на третьей минуте. Вот. Игра, повторюсь, была очень качественная. Я просто смотрел на бровки, и было одно загляденье. Давно я не смотрел так серьезно хороший футбол. Тем более на снегу. Команды заряжены были, настроены, знали, что соперники и у одних, и у других очень сильные. Вот. То есть, казалось бы, снег, да. Тут некоторые команды мне пишут, как играть. Мы, типа там, остановить мяч не сможем нормально. Ну, по-моему, здесь команда показала, что если есть техника, если есть умение, то комбинируют и на таком поле. И играют в очень хороший футбол. Я просто порадовал очень этот матч. Вот. И хотелось бы, чтобы таких команд в лиге становилось все больше и больше. И, соответственно, играть все интереснее и интереснее. Ну, Челси, я вижу, есть парочка новых ребят. Да, есть парочка новых ребят. Даже я знаю, кто это. Да. Так что... Ну, ты знаешь, они нацелены на результат, да. Ну, скажем это так, да. Ну, несмотря на это, они всех несли. Вот. Были они задействованы, поэтому все были в курсе. И Саутгемптон это не смутило. Несмотря на то, что игроки Челси тоже говорили об новых игроках в Саутгемптоне, но их не было. До этого матча они были все заявлены. Здесь играли, да, очень... Честно. М? Честно все было? Да, все было честно. Саутгемптон уж точно не заявлял никого, не приводил, не играть своим составом, который у них был до этого. И подбор, да, игроков, конечно, сумасшедший. Хотя бы по опыту некоторых игроков, да, можно об этом судить. Где они уступали, где играли. Ну, и Челси иногда должны. Игроки молодые, но не уступали. Были такие качели в ту и другую сторону. Вот здесь замедленный повтор. Чисто сыграл защитник мяч. Челси мог забивать. Мог отыгрываться. То есть не было такого, что Саутгемптон их прижал к воротам и все. Были обоюдные контратаки. Вот здесь вот можно было отыгрываться тоже. Ну, тяжелый футбол. Это очень тяжело играть по такому стилю. Да, тяжело, но несмотря на это... Справлялись. Да, справлялись. Просто, да, глядя на эту технику, тоже вот остановил мяч, обработал. Вторым касанием пробил. Хорошая скидка. Ну, да. Техника есть техника. Наверное. Я бы даже так сказал. Ты вообще из Саутгемптона знаешь кого-нибудь? Игроков? Да, Саньков. Я знаю. Играли вместе с ним. Ну, и на поле встречались, когда он играл еще за ВСКом. Ну, и что ты можешь? Собрал команду. Бараников тоже. Тоже с ним играл вместе. Это сильные ребята. И собрали сильную команду. Там все футболисты. Ну, и все закономерно. Ты думаешь, что Челси нет шансов с ними бороться? Ну, не думаю. Не думаешь, да? А я считаю по-другому. Мне кажется, они вполне могли зацепиться за ничью. В принципе. Но, опять-таки, может быть из-за погодных условий. Может быть на ровной траве было бы по-другому все, да. У них, может быть, меньше шансов было. Или наоборот больше шансов. Вот. Но они отыгрываются. Вот. Это все происходит в первом тайме. Сохраняется хорошая интрига. Вот. И матч вообще был живой, интересный, динамичный. Ну, вот если бы вы все-таки принимали участие в Кубке, как думаешь, все-таки Саутгемптон вам больше неприятностей доставил? И вообще доставил ли он вам неприятностей? Как думаешь? Ну, я думаю, игра была интересная. Даже посмотреть. Ну, по такой погоде не очень хочется играть. Это тяжелый воздух, тяжело дышать по холоду. И по такому снегу это просто нереально. Это уже не футбол. Я не знаю, зачем ребята согласились играть по такой погоде. Либо там еще перенести, чтобы снег оттаял немного. Ну, да. Ну, во-первых, неизвестно, оттаял был он или нет. Сейчас мы видим, погода тоже не самая лучшая. Ну, вчера нормально было. Ну, да. Ну, видишь, и по снегу вроде бы все получилось. Даже футболом этого, наверное, можно назвать. Потому что... Ну, я думаю, игроки Челси думают, что если бы не погодные условия, они бы еще там как-нибудь зацепились бы. Возможно. Думаю, ссылаются на погоде сейчас. С высокой проигрышей. Может быть. Но... По крайней мере, все в ранах условиях были. Ну, это да. Ну, и... Мы видим, что здесь абсолютно все проходит. И стеночки, и пасы, и низом. И передачи, и комбинации какие-то, и прострелы. То есть... Ну, мяч застревает, видишь? Да, чуть застревает. Но все равно мне показался этот матч одним вообще из самых интересных и лучших, которые происходил. Ну, давайте дальше будем проматывать. Здесь сейчас Саутгентон вырвется вперед. Произведет после того, как сбрасывает аут Санько. И вот опять хорошая комбинация, разыгранная скидкой головой. И... Чувствую, да, своего партнера. И здесь в касании забивает хороший гол. Много вратаря. Чувствую мяч. Да, здесь... Опыт, конечно, не поприваешь. Ну, надо отдать должное. Другое дело, что... Саутгентон вел 4-1, да. То есть... У них было очень много людей. Скамейка запаса, наверное, на еще один состав была. Два состава, по-моему, точно у них было людей. Вот они за 20 минут до конца делают счет 4-1. Скорее всего, это как-то сказывается. Они, может быть, тоже расслабляются чуть-чуть, выпускают там... Других ребят, да, которые были на замене. Вот. Потому что Челси играл, по-моему, вообще там с максимум двумя заменой, по-моему. Вот. Ну, это уже... Не знаю, насколько сказалось. Но, в итоге... После 4-1, может быть, игра сделана, наверное, уже как-то. Но Челси не останавливался, да, и отыграл два мяча. Это тоже хорошо. Причем мячи хорошие, которые могли, в принципе, и до этого залетать. Но произошли не сейчас. Вот. Первый гол это... Ну, это Ростик. Не знаю. Да. Это серьезный футболист. Хороший, да, очень футболист. Мне тоже понравилось его действие, его игра. И по этому матчу получился действительно футбольный. Вот, да, даже сейчас видно построился. Видишь, под такой тяжелый удар. Мяч прыгал по снегу. Здесь еще Кирилл хорошо выдал, выкатил его. Здесь он расстрелял вратаря. Откуда ты Ростика знаешь? Ну, с Академии СКАР. Когда я за Ростов играл, играли против них. Он там тоже был. То есть давно его, да? Да, знаешь. Ну, он очень техничный парень. Из-за того Ростов может сравниться с ним по технике. Да. Не отпускают мяч, он техничный. Вот здесь перекладина. Штанга еще спасает игроков Саутгеймтона, точнее. Еще и незабитый пенальтик, кстати, будет. И вот здесь незабитый гол. Да. Он тогда я не видел. Да, здесь просто пощадили. Так что моменты и у тех, и у тех качели абсолютно равные. Особенно в конце уже, когда Саутгеймтон... И тут не задит. Это тот же самый. Просто повтор с разных ракурсов. Да, здесь, казалось бы, уже мячу некуда деваться. Но гола не было, насколько мы видим, да? Ну и вот, кстати, пенальти. Сейчас посмотрим. Хороший ракурс, отличный тоже. Посмотрим, был ли вообще пенальти. Как думаешь, был? Сейчас еще раз посмотрю в другом ракуре. Посмотрим, был ли гол здесь. Ой, был ли пенальти здесь. Блин. Ну, в общем, пенальти был. Это мы растрактовали. И здесь тот же ростик не забивает. Пенальти. Хотя бил вроде бы наверняка. Ну, получился хороший кадр. Снег падает с перекладины. За это, в принципе, тоже можно сказать спасибо. Ну и все-таки... Прощают много. Да, обращают много. И все-таки 4-2. Как думаешь, что можешь сказать по этому матчу? Закономерно, незакономерно? Все же скажу, что это очень тяжелый был футбол. Даже на видео я видел. Смотрел этот матч. Ну, получается закономерно. Раз так случилось. Все-таки Сон Гентон сильнее будет, чем Челси. На поле мы это видим. И на бумаге тоже сильнее. Хорошо. Согласимся с тобой. Давай сейчас быстро просмотрим вопросы, которые нам сегодня задавали. Там для тебя. Ну, и для тебя тоже. Почему Ливерпуль велики чемпионов? Так как они заняли шестое место. Спрашивает Рома Фоменко. Вот мы видим таблицу. Действительно, шестое место Ливерпуля. Они не попадают по итогам чемпионата ни туда, ни туда. Но здесь, наверное, надо сказать о том, что есть предыстория такая перед тем, как организовывались федерации. Вот английская, испанская, да и все остальные. И итальянская, немецкая. Проходила кубок из шести команд. Это назывался Лигой Европы. Ну, как бы символически. Там участвовал Ливерпуль. Лестер. Кстати, Манчестер Сити. И еще три команды итальянские. Ну так вот, по итогам этого кубка оказалось, что организатор этого кубка Ваня Токарев обвечнулся, да. Еще никто не знал, сколько будет команд вообще. Сколько федераций будет потом, после этого. Он пообещал им выход в Лигу чемпионов в любом случае. Именно поэтому они там оказались. Может быть, это немножко и несправедливо, да, по отношению к другим командам. В связи с этим, кстати, и в Италии оказалось намного больше команд. Потому что там три команды Лацио, Ивентус и Милан, они тоже участвовали в этом кубке. И тоже, получается, получили путевки. Несмотря на то, как они вообще сыграли в своем чемпионате. В связи с этим, получился такой дисбаланс небольшой. С следующего года его уже не будет. Со следующего года будет все строго по рейтингу, по тому, кто куда пробился. Но в этом году пока так. Поэтому это ответ, соответственно, на вопрос. Так, почему шесть команд из Италии в ЛЧ? Я тоже ответил. Они первые заявили, кстати, тоже. Можно сказать, какая-то правда в этом есть. Так. Ну, я уже ответил на все вопросы. Почему, кто, где играет. Проведитель кубка ЛЧ. Да. И очень понятно, как у Италии с твоей командой в Германии. Да, на самом деле, главное, что собралось 16 команд Лиги Чемпионов, 12 Лиги Европы. Без них бы и не собралось бы, кстати. Поэтому, может быть, это даже и плюс того, что реглайн будет такой, как и официальный, да. 16 команд, 4 группы, а 4. Ну, в Лиге Европы, единственное, поменьше будет 12. Но, в принципе, тоже немало команд, там 3 группы будет. Давайте, раз мы затронули тему, как раз посмотрим. Сладился жеребьевкой? Ну, я знаю результат. Видео мы не будем смотреть, да. Мы тоже посмотрим результаты, наверное. И перейдем непосредственно к финальному матчу. Вот здесь, кстати, уже прогноз сделал Данил. Капитан Челси на финальный матч Манчестера и Сотгемптона. Форум Манчестера плюс 3,5 за коэффициент. 1,4 ставлю, полтинник. Ну, хорошо, ставка принята. Да? Мы как букмейтерс. Как букмейтерс? Нет, Челси? Нет... Как вас... Господи, вылетела. Зовут Чхиидзе. Валеры? Нет, Валеры. Который бы сказал, прошла ставка или не прошла. Да, ну посмотрим. Твоя ставка какая, кстати. Давай сразу тогда. Чуть-чуть поговорим о матче. И потом посмотрим Лигу чемпионов Лигу Европы. Как думаешь, на что способен Манчестер? На что способен Сотгемптон? И... Каков результат? Ну, Манчестер будет кусаться. Сотгемптон будет... Главное, Манчестеру не ошибаться. Иначе будут их наказывать сразу Сотгемптон. Ну, ставлю на Сотгемптон. На Сотгемптон? Приблизительный счет. Не буду говорить. Хорошо. На Сотгемптон. Сотгемптон, так Сотгемптон. Да, будет хороший матч, отличный. Финальный в воскресенье 12-30 на Каменке. Поэтому, все желающие, приходите посмотреть, поддержать. Сразу скажу, что награждение кубок будет участвовать непосредственно на поле. А потом будет награждение также отдельное, где будут некоторые сюрпризы. И отдельные игроки выделятся. И... Отдельная команда будет... В общем, будет небольшим сюрпризом. Да, это все будет на награждении примерно... Примерно через неделю после финала, да. То есть... Об этом я все напишу. Так что... Ждем всех в воскресенье на финале. Если погода позволит. Если не позволит, тоже приходить. Ну и на награждение тоже, соответственно. Вот. Ну, пожелаем удачи командам. Пусть победит сильнейший. И сейчас посмотрим быстро Лигу Европы и Лигу Чемпионов, да. Пусть это косвенно нас, ну, затрагивает, но все же интересно посмотреть. Ладно, давайте пробежимся тогда быстро посмотрим корзины Лиги Европы и Лиги Чемпионов. Тоже всем интересно. Наша команда участвует с нашего кубка. И Тоттенхем тоже здесь. Ну, давайте начнем с первой группы. Ну, группа D здесь написано, но не важно. В общем, мне попались Сельта, Ливерпуль, Рома и Вердер. Есть какие-нибудь мысли, может быть, по этой группе? Как думаешь? Ну, я знаю, что Рома сильная очень. Они, по-моему, победили. Второе место, да. Второе место. На одну очку от Юэндеса отстали. Ну, Ливерпуль, наши, они тоже. Не подарок. Да, абсолютно не подарок. Сельта и Вердер, не знаю. Ничего не могу сказать. Вердер это победитель германской лиги. Так что, вроде бы, тоже хорошая команда. Сельта с испанского чемпионата тоже очень плохая команда. Ну, и вот, мне кажется, становится интересным, да, уже. Мне кажется, здесь проходных игр не будет. Таких турниров здесь. Самая интересная группа А. Особенно в Лиге Чемпионов. Да. Ну, пока прогнозы будем не делать, да. Просто посмотрим результаты. Группа А, группа смерти. Ну, не знаю, может быть, может быть, нет. И Герту я знаю. Герта хорошая команда? Да. Ну, здесь Челси, Герта, Парма и Реал Мадрид. Ну, Парма, ты играл, да, за нее, может сказать. Какие там слабые стороны, сразу давай на камеру пока определимся. Будет сюрприз для Реала. Ты будешь там играть? Я Челси. Хорошо. Ну, да, соответственно, наша английская команда Челси здесь тоже, которая будет играть с моей командой, да, Реаловской. Будет интересное противостояние, да, будет интересно посмотреть. Точно так же, как и Спарма. Я знаю, ребята там техничные тоже. Вот. Поэтому... Герту тоже на подарок. Да. То есть, ты считаешь, это группа смерти? Это самая сильная группа. Каждый матч будет очень интересным. Хорошо. Будем ждать тогда матча этих. Пока посмотрим группу Б. Это Арсенал, Ювентус, Лацио, Вольсбург. Я бы и эту группу, может быть, тоже причислил к одной из самых сильных. Правда, я не знаю, как играет Вольсбург. Но, по крайней мере, Арсенал и Ювентус очень две хорошие команды. Я против Лацио играл. Тоже. Что можешь сказать? Ну, сильное нападение. Сильное нападение, да. Вот. Ну, здесь, как мы видим, в принципе, по странам в основном везде разные, да. Может быть, там максимум две команды с одной стороны. Так была построена Жеребьевка, насколько вы видели. Ну, тем интереснее будет. Ну, и группа C. Ферентина, Киева, Депортиво, Тоттенхэм. Ваша группа. Вот. Здесь мы, конечно, будем переживать за Тоттенхэм. В предыдущей группе за Арсенал. В позапредыщей группе за Тоттенхэм. За Челси и Реал. Вот. Ну, здесь с Тоттенхэм. Здесь ваша команда. Депортиво, Киева, Ферентино. Ну, мне кажется, вам попались соперники непростые. Но и не самые сложные. Мне кажется, у вас есть шансы пройти. Ну, главное, недооценивание. Да. Нет. Депортиво сильная команда. В Ферентино не играл, не могу сказать. Но просто ее точно не пройдешь. Киева, может быть, наверное, самый такой аутсайдер группы. Ну, опять-таки, неизвестно, что будет на следующий год. Это пока что. Вот. Поэтому, я думаю, что у вас есть шансы. Как вы оцениваете? Как вы вообще отреагировали на вашу группу? Нам все равно, если честно. О, все? Мы нацелены на куб. Правильно. Хороший ответ. Ну, и, пожалуй, на такой хорошей ноте. Самоуверенной. Мы закончим нашу передачу. Еще с Роме спасибо, что пришел. Вот. И до встречи тогда на финале и на награждении. Всем пока. Ребята, вы не участвуете в кубке. Начинаем передачу Машдэя. Отдайте этот кубок уже. Вы вообще не участвуете в нем. Мы на передачу пришли. Пора начинать. Ребята, хватит на скру. Давай еще раз попробуем. Давай еще раз. Я тебе говорю, понравилось. Е-мое. А уже вручение. Давай. Я согласен с глазами. Машдэя 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 Машдэй Отир